Друзья, всем привет! В эфире YouTube-канал S-Hub. Все для релаксированных стартапов. Меня зовут Борис Шейнтман. И сегодня я в космическом корабле попытаюсь найти ответ на вопрос, круглая ли Земля или она плоская. Если же у вас нет возможности полететь в космос, тогда смотрите наше видео о проекте Киберправда и мы расскажем вам, какой ответ правильный, круглая Земля или плоская. Сегодня у нас в гостях Алексей Востряков, основатель проекта Киберправда. Чем меня заинтересовал этот проект? Тем, что в сегодняшнем мире, когда каждый день происходит масса событий, которой невозможно определить, кто прав, кто виноват, где правда, где вымысел, кому выгодно, а кому это наоборот не выгодно. И Алексей вместе со своей замечательной командой взялся помочь большому количеству людей найти точку опоры и разобраться, что есть истина. Может быть, это звучит несколько преувеличенно, но, по крайней мере, насколько я понимаю, Алексей действительно старается решить этот сложный философский вопрос. Итак, у нас в гостях Алексей Востряков. Я вижу, что он готов рассказать о своем проекте. Конечно, все гости могут задавать вопросы. Для этого нужно поднимать виртуальные руки. Это приветствуется. Я всем дам возможность задавать вопросы, давать какие-либо комментарии. Больше не буду тянуть, испытывать ваше терпение. Передаю слово Алексею. Всем привет! Спасибо, что пригласили, Борис. С радостью расскажу о проекте и отвечу на вопросы. Я пойду по презентации. Презентацию видно, да? Да, да. Ага. Значит, итак, наш проект был основан в 21 году, осенью. У меня есть кофаундер, его зовут Тимур Садеков, и мы вместе занимаемся проектом. И вот ему в голову пришла в определенный момент мысль, как бы сделать так, чтобы побороть фейки, придумать какой-то способ определения достоверной и недостоверной информации. Как раз появились блокчейн-технологии, и вот мы стали думать в эту сторону, анализировать. И, значит, родилась идея математического алгоритма. Сейчас дальше расскажу, что за алгоритм и в чем он заключается. В процессе, когда мы, значит, всю эту тему анализировали, смотрели, кто конкуренты, обнаружили вот такой твит Илона Маска. В 2018 году он тоже хотел сделать подобную систему и как раз хотел назвать ее «Правда», как ни странно. Но у него дальше этого твита дело не пошло, мы не обнаружили больше никакой активности. Но он заинвестировал компанию «Правда Корп» в Америке, и на этом все. Вот. Сразу же итог нашей деятельности за последние три года. Ну, сначала мы выступили с нашим алгоритмом в Сколково, победили, там заняли первое место, такой марафон, разведка боем называется. Заняли первые места еще в нескольких конкурсах стартапов, получили обратную связь, поняли, что идея будоражит умы людей, вызывает ожесточенные споры, многие не верят, что это вообще возможно, но затронуты просто все, равнодушных нет к нашей идее. Поняли, что есть потенциал, стали двигаться дальше. У нас появилось два адвайзера, консультанты Российской Академии наук, доктора наук. С ними мы провалидировали наш алгоритм, посмотрели, какие есть на него возможные атаки, там, накрутки, атаки с помощью ботов и так далее. Все эти моменты проработали так, чтобы даже доктора наук не смогли ничего найти такого, почему бы наш алгоритм не мог бы работать. Вот. Думали, что получим сразу же инвестиции, но были слишком наивными. И первые разговоры с инвесторами показали о том, что они попросили нас сделать прототип. То есть мало кто понимал, как это вообще будет работать. Никто не мог это себе представить в голове, не видя интерфейсов, ничего. Не понимали, что мы делаем. Вот. В итоге мы стали делать прототип. Попутно мы прошли два акселератора, дубайский акселератор с российскими корнями, и сейчас мы находимся в португальском акселераторе. Сделали прототип, получили первых. Сейчас у нас идет такое раннее тестирование прототипа. Я позже покажу, как выглядит прототип. Получили даже несколько грантов маленьких, в частности, от португальского акселератора. Вот. И сейчас мы находимся на этапе таком, что мы поняли, что интерфейс прототипа получился совсем недружественным и непонятным, ну, так как мы его делали больше под инвесторов, чтобы показать, что алгоритм работает, что саму идею как бы продемонстрировать, но не для людей. Вот. Ну и, соответственно, инвесторы после вот этого второго этапа, после прототипа нам сказали, ну, теперь понятно, как работает, но теперь нам нужны пользователи и, может быть, первая монетизация, так называемый трекшн, чтобы мы увидели, что, ну, это и людям будет интересно. Вот. Ну, значит, а теперь по сути проекта, то есть как все началось. Ну, актуальность проекта заключается в том, что сейчас в мире все завалено вот этими фейками, каждый провозглашает какую-то свою собственную истину, факты перевираются и так далее, и так далее. Плюс еще в игру вступили нейросети, которые просто генерят фейки. Я вот общаюсь с чатом ГПТ, и там просто невозможно с ним общаться. То есть он говорит, например, да, уверенно отвечает на твой вопрос там определенным образом, ты ему задаешь другой вопрос, он говорит, что это же не так, да? Он такой, ой, да-да, извините, это не так. Вот. И выдает какие-то ссылки, которые не открываются. Вот. Плюс еще нейросети генерят, ну, то есть появилось такое понятие дипфейк, да, то есть сейчас уже вообще будет непонятно с тобой, реальный человек разговаривает или нереальный. Вот. Эта проблема усугубляется все больше и больше, и мы вот взялись ее решить. По поводу нейросетей вообще, то есть есть такой прогноз, что возможен вообще такое понятие коллапс нейросетей, это когда они вот, генеря эти фейки, будут учиться потом на этих фейках и генерить еще больше фейков, а люди, соответственно, то есть они будут деградировать, ну, имеется в виду нейросети, ну, и люди будут деградировать, потому что уже вообще непонятно будет, где правда, где неправда. Вот. Как это сейчас решается в мире? Значит, это решается с помощью четырех способов, то есть все наши конкуренты делятся на четыре вида. Те, кто решает, где правда, где неправда, с помощью авторитарной воли администраторов неких, ну, например, Википедия, то есть это основной наш конкурент, то есть они, у них есть администраторы, 100 тысяч администраторов по всему миру, и вот эти администраторы, они, вот, им, ну, как сказать, принимают решение, то есть что правда, что неправда. И у 92, по-моему, процентов статей Википедии представлена только одна точка зрения, другая точка зрения не допускается, часто эти статьи Википедии предвзяты из-за того, что там один человек или группа людей решает, и другое мнение не допускается, и так далее. Ну, плюс Википедия рассматривает только, ну, в силу того, что ресурсы их не безграничны, они рассматривают только какой-то ограниченный круг тем, знаменитые личности там и какие-то известные события. Вот, мы же хотим рассматривать все вообще темы, которые только возможны, там, какой сорт муки лучше, какой айфон лучше снимает, и так далее, и так далее, то есть какой детский садик на районе лучше, то есть мы рассматриваем все, миллиарды, миллиарды тем. Значит, и наше решение состоит в том, что кроме алгоритма мы еще и придумали экосистему, которая будет, ну, в которой этот алгоритм будет работать, потому что без экосистемы это не будет функционировать. То есть кратко, в чем суть? То есть мы не парсим интернет, мы не загружаем какую-то информацию со стороны в нашу систему так, чтобы там ее как-то проанализировать. Это вот такое основное заблуждение о нашем проекте. У нас люди вбивают все сами руками. То есть мы даем интерфейс, что-то похожее на социальную сеть, и люди, значит, заходят туда, видят какую-то тему. У нас у каждой темы есть как минимум две версии. Ну, там вот, например, тема «Форма Земли». Версия «Земля круглая», другая версия «Земля плоская». Человек заходит и видит, что там, например, версия, что «Земля плоская» к данному моменту набрала рейтинг достоверности 92%. Ему, конечно, хочется поспорить. И он открывает версию «Земля круглая» и начинает своими какими-то аргументами, фактами, логическими размышлениями доказывать, что «Земля круглая». Ну, и, соответственно, там чаша весов качается в другую сторону. Там приходят плоскоземельщики и начинают доказывать, что «Земля плоская». И с помощью вот такого спора, причем этих версий может быть больше, чем две, из такого спора рождается истина. У нас в споре истина рождается. Вот, но спорим мы по определенным правилам, я дальше расскажу по каким, чтобы это истина рождалась и алгоритм работал. Вот как выглядит экосистема. Тут, наверное, сейчас долго сложно рассказывать. То есть тут кроме… Тут есть просто у нас читатели, которые заходят и пользуются, вот как читатели Википедии, 5 миллиардов человек, то есть 5 миллиардов просмотров у Википедии ежемесячно. Есть авторы, которые вот могут свое мнение постить. Вся система бесплатна, то есть любой может зайти, прочитать без логина. Если залогинился, то может оставить свои аргументы какие-то и так далее. Что еще? Ну и там дальше в будущем мы планируем подключать сюда новостные агентства, чтобы они могли использовать наш рейтинг достоверности, подключать различных заказчиков. В общем, расскажу позднее немножко об этом. Так, ну и вот ядро. Это наш алгоритм. К нему больше всего вопросов, потому что люди не верят, что это вообще может работать. А кто вы такие, почему вы решили, что вы можете определить, что достоверно, что нет, где правда, а где неправда. Наш алгоритм, он работает что-то похожее на пейдж рейнг Гугла, но у Гугла берется весь сайт или там какая-то статья, страница в интернете, ну и сравнивается там с другими страницами, и те, кто там более релевантны, выдаются в первую очередь, остальные там во вторую очередь. Вот. У нас же мы сравниваем как бы не целиком, а по фактам, по аргументам. То есть у нас пользователи не вбивают там такую простыню текста, почему Земля круглая или плоская, они вбивают это аргументами. То есть аргумент в пользу того, что Земля круглая, например, был полет Гагарина. Следующий аргумент. Есть видео из космоса. Следующий аргумент. У каждого пользователя вот такие цепочки аргументов, они могут быть разветвленные, там, сходиться, расходиться. Все это внутри, в базе является графом, и тут в алгоритме используется теория графов, там, критерии Поппера, ну, различные графовые, в общем, вещи, чтобы все это проанализировать. Вот. И на основе того, что вот люди вбивают эти аргументы, они также могут использовать аргументы друг друга при составлении своего мнения, да, они могут подтверждать или опровергать аргументы друг друга своими аргументами. Ну, вот, это основные такие механизмы, из которых состоит алгоритм. И вот на основе этих механизмов, значит, мы придумали, как с помощью, вот, опять же, теории графов посчитать, ну, то есть, взвесить консенсус, да, то есть, какие аргументы чаще используются, чаще подтверждаются, опровергаются. Причем это не голосование, да, потому что у нас еще в алгоритм встроена репутация людей, да. То есть, у нас сделано так, что если ты, ну, какую-то ерунду постишь и противоречишь сам себе, у тебя рейтинг падает, и ты потом ничего не можешь сделать, твой вес очень маленький, ну, твой вклад в достоверность какой-то версии очень маленький. Ну, и поэтому у нас, например, миллион ботов, он не может, там, переспорить одного какого-то там человека с высоким рейтингом, ну, например, ученого какого-то, да. Вот, и это долго мы, значит, проверяли, взвешивали, там, подбирали коэффициенты и так далее, чтобы это так работало. И вот так вот работает алгоритм, если вкратце. Ну, его там можно долго рассказывать, у нас есть схемы и так далее. Вот, а для кого эта система, я уже называл, читатели, авторы, новостные агентства, заказчики, которые могут давать призовые фонды на какую-то тему, ну, там, например, вот люди спорили, в ковид прививки работают или не работают, да. И реально вот эти фармацевтические компании, они выделяли гранты на то, чтобы, ну, там, ну, эту тему освещать как-то, да. И это постоянно происходит, и у нас вот тоже, соответственно, есть возможность какой-то организации или частному лицу положить призовой фонд на какой-то на тему, чтобы люди более активно эту тему, как бы сказать, прорабатывали, спорили по ней. И, соответственно, там быстрее появится достоверность по этой теме. Больше людей будет в ней участвовать. А у нас, чем больше людей, тем больше достоверности. То есть у нас такой краудсорсинг достоверности. Вот. Ну и спорщики – это у нас один из видов монетизации. Это еще можно их по-другому назвать игроки. То есть мы придумали, что для того, чтобы быстрее все это монетизировать, мы можем дать возможность сделать ставки. Вот. Уже есть, например, в Америке биржа событийных контрактов. Она прям там легально работает с лицензией от правительства США. Вот. И мы можем что-то подобное тоже сделать. У нас уже даже сделан смарт-контракт для ставок на блокчейне. Вот. Потому что эта система, она никем не может быть, как сказать, накручена, взломана и так далее. И можно сделать ставку. Например, через месяц какая версия победит, что Земля круглая или Земля плоская. Или там Трамп, или Хиллари, ой, как ее там зовут, Камала Харрис. Кто из них победит на выборах. Вот. Это для кого система? Ну, тут отдельно вот про заказчиков рассказано, кто может вот эти призовые фонды выделять на проработку тем. Наша система глобальна. Уже сейчас у нас в прототипе встроена, значит, это DPL-переводчик через API. И уже 109 языков поддерживается, ну, в потенциале поддерживается. Пока в прототипе два языка, русский и английский, уже можно между ними переключаться. То есть каждый пользователь видит информацию на своем собственном языке, вне зависимости от того, на каком языке данный аргумент был внесен. То есть он может быть внесен на русском, но англоязычный пользователь будет видеть его на английском. Потому что это такие коротенькие аргументы, ну, как твиты, да, абзац буквально текста, и их легко переводить. Значит, мы провели CastDev, ну, так как у нас вот еще не было такого запущенного приложения в полный рост, то мы провели CastDev и для себя, и для инвесторов, и получили удивительные результаты. Это считается аномально, очень аномально хороший результат. То есть мы кидали просто в Telegram, там, в чаты, в Facebook-группы, сделали такой лендинг, и в нем написали, что вот приложение готово, оно такое-то, такое-то, описание этого приложения, и вот форма для регистрации, пожалуйста, регистрируйтесь, чтобы начать пользоваться. Вот, и, то есть без всякой рекламы, то есть там один абзац подводка и ссылка на этот лендинг. И вот такой CastDev дал нам то, что 2% от аудитории любого чата, любой этой группы какой-то, форума, они регистрировались как пользователи. То есть 8%, допустим, Telegram-чата заходили на сайт, да, а 2%, то есть 2% не из 8%, а 2% от общей аудитории Telegram-чата регистрировались как пользователи. Ну, там, знающие люди сказали нам, что это без рекламы, без всего, без продукта даже, то есть это аномально высокий результат, то есть люди ждут это. У нас лист ожидания уже там на несколько сотен человек, лист ожидания продукта. Вот, как это монетизируется, у нас предусмотрено 8 видов монетизации, вот эти заказы на проверку информации, контекстная реклама, ну, вот, как я говорил, ставки, один из главных таких больших потенциалей видов монетизации. Ну, и подписка, разнообразная подписка для частных пользователей, там, например, платная подписка, чтобы не видеть рекламу, там много всего, дисковое пространство можно покупать, чтобы хранить свою собственную информацию, многое другое. Ну, вот, бизнес-план тут сейчас вот так вникнуть сложно будет по-быстрому, но мы планируем стать глобальной системой, единорогом и даже десятирогом. Ну, то, как мы себе это видим, мы в это верим, мы видим, что нет конкурентов, потому что ни у кого нет такого алгоритма, да. Я, кстати, как-то проскочил, я не рассказал, какие еще решения у конкурентов. Сейчас вернусь немножко быстро обратно. То есть, что они делают, пытаются сделать. Значит, вот первый вид – это с помощью администраторов определять достоверность, второй вид – это с помощью экспертов определяют. Это такие сайты, как StopFake, там их много разных, но они рассматривают уже прям совсем очень узкий круг тем. И тоже там, как бы, эксперты единолично определяют, и непонятно, правильно ли они определяют или неправильно. Значит, вот попытки с помощью искусственного интеллекта определять достоверность, ну, как я уже сказал, что нейросети вместо достоверности еще больше фейков добавили. И системы, основанные на голосовании, в частности, вот в блокчейне тоже есть системы, типа Бастиона, Голоса, они там, значит, с помощью токенов голосуют, но там у них, во-первых, можно просто покупать эти токены и, соответственно, купить достоверность. У нас достоверность не продается, а у них можно. Ну, или там вот есть система, где просто там могут люди переголосовать, соответственно, боты могут переголосовать, то есть какого-то математики никакой нет. И, соответственно, у нас нет конкурентов, никто такую идею, мы не нашли конкурентов, кто бы такое изобрел. Вот, и таким образом мы планируем в течение четырех лет у нас должна быть чистая прибыль 780 миллионов долларов, уже до 100 миллионов пользователей, и хотим занять 5% рынка достоверной информации хотя бы. Есть стратегия GoToMarket, основная ее, значит, суть заключается в том, что каждый день происходят какие-то события, которые вызывают ожесточенные споры и делят прямо практически все население планеты Земля на две части. События типа, например, взорвали госпиталь в Газе, да, и весь мир, миллионы-миллионы людей спорили, это палестинцы сделали или это израильтяне сделали. Вот, и такие события происходят каждый день, и мы планируем даже сами сначала вбивать какую-то информацию по этим событиям, вкидывать ее туда, где она обсуждается. Ну, у нас можно в системе сделать, ну, как создать ссылку на какую-то тему и ей делиться в соцсетях, да, то есть мы планируем вкидывать, и на таких вот горячих темах мы планируем очень много пользователей привлекать, там, сотни тысяч пользователей за один день можно привлечь вот с помощью такого. Ну, конечно, предусмотрена и платная реклама, и маркетинговые акции, и введение собственных соцсетей в таком развлекательном виде освещать какие-то тоже горячие темы, платил ли там Дональд Трамп проститутки или не платил там, да, ну, чтобы затронуть, как бы, людей такое развлекало вот такое некоторое. Вот, ну, и таким образом продвигать систему и много-много других вещей. Значит, у нас есть команда, тут немножко устаревший слайд, у нас уже гораздо более расширенная команда, вот, мой кофаундер Тимур, и у нас сейчас четыре фронт-энда, два бэк-энда, консультанты наши, ученые, и у их дизайнер еще есть. Нам, кстати, в проект очень требуется CTO, во-первых, прям это очень важно. Может быть, еще один фронт-энд требуется, потому что все ребята работают бесплатно, мы пока не подняли инвестиции, к сожалению, и все работают, у кого сколько есть времени, вот, соответственно, нужны еще люди. То есть нужен фронт-энд, нужен CTO и нужен еще маркетолог, потому что сейчас расскажу, что мы сейчас делаем, и, соответственно, мы скоро будем выпускать продукт. По поводу инвестиций, значит, вот, чтобы доделать полноценное MVP, надо рассказать, что мы сейчас делаем. То есть мы, значит, сделали прототип и поняли, что интерфейс у него людям непонятен, и последние четыре месяца мы делали новый интерфейс с дизайнером. Тоже могу его показать. Он уже красивый, с картинками там и так далее. Вот. И доделали вот недавно, пару недель назад, и сейчас вот команда начинает уже его воплощать в жизнь, то есть как бы натягивать новый интерфейс на то, что у нас есть в прототипе, на базу, ну, и на базу данных, и с модификацией базы данных тоже, соответственно. Вот. И вот на вот эту задачу, если ее, ну, как бы сделать за деньги, ее можно сделать очень быстро, там, за пару-тройку месяцев, плюс маркетинг, реклама для продвижения после того, как продукт будет готов, вот этот MVP, да, нужно 250-300 долларов или евро, без разницы. Вот. Мы это и так сделаем, но дольше. Вот. То есть если есть инвесторы, которые готовы зайти вот на этом этапе, то можно говорить вот о такой сумме или даже о меньшей сумме, не знаю, от 50 тысяч евро, наверное, можно обсуждать. Ну, тогда просто не будет маркетинга, будет, может быть, что-то урезано, или часть работ мы сделаем волонтерами, как сейчас, да, начать с работ на АМИОМ, там, человек на зарплату. Вот. Ну, полностью вот надо 250 тысяч. Чтобы сделать все, весь функционал, который у нас там задуман, и мобильную версию, и все виды монетизации, и, значит, доработать алгоритм, защитить его там от всех возможных атак, сделать поведенческий контроль, там, ну, чтобы не только контроль внутри алгоритма, вот у нас контроль и так встроен в алгоритм, да, но и мы хотим дополнительно сделать контроль, что, ну, там, если человек постит каждую секунду, значит, это наверняка бот, да, то есть вот такие вещи отрезать. Вот на такой, на полноценный продукт нужно миллион двести евро. Ну, это большая команда, там, 20-25 человек, сервера и так далее. Вот. И тогда мы уже полноценно выходим на глобальный рынок. Друзья, я вам не рассказывал про проект shub.world. Это проект, который помогает людям получить ВНЖ в странах Европы. Вы все уже знаете про большой проект shub. И направление .world – это именно то важное направление, которое может помочь вам выбрать страну для жизни и для бизнеса. Почему я решил создать такое направление? Потому что сейчас наиболее популярна Испания в качестве получения ВНЖ. Это и стартап-виза, и виза-цифрового кочевника, и по-прежнему популярна студ-виза. Но есть еще множество других стран в Европе, которые также дают вам возможность для жизни и для ведения бизнеса. Пока мы детально изучили Финляндию, Францию, и сейчас мы начинаем работать и по Италии. Я очень рекомендую вам зайти на сайт shub.world, для того, чтобы выбрать подходящую вам страну, вы можете записаться там на бесплатную консультацию с нашими экспертами, которые искренне и профессионально хотят помочь каждому из вас переехать в Европу. shub.world – это не еще один проект помогаторов, которые любой ценой хотят продать вам свои услуги, чтобы вы переехали в Европу. shub.world – это команда профессионалов, которые имеют собственный уникальный опыт получения ВНЖ в тех странах Европы, в которых они живут. И наши эксперты могут вам не только помочь с получением ВНЖ, но и сопровождать вас на протяжении всей жизни, или, по крайней мере, до получения ПМЖ, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, спокойно и знали, что, что бы ни случилось, вам всегда помогут. Заходите на сайт shub.world, выбирайте страну для жизни, а мы продолжаем. Алексей, в чате вопрос. Какая доля за 250к, где зарегистрированы, как структурирован бизнес? У нас открыто в Испании юрлицо SL. Так, что еще? А долю какую предлагаете за 250к? Еще раз. Какую долю в бизнесе вы предлагаете за 250к? Да, да, у нас мы сейчас себя оцениваем, ну, вот, акселераторы нам помогли с оценкой, оцениваем в 5 миллионов евро, и, соответственно, 250 тысяч от этого, я уже забыл, сколько процентов составит, от 2 до 5 процентов. Да, 3 процентов. А это юрлицовано у вашей собственности, или в каких пропорциях? Команда там? В нашей собственности. Там больше никого сейчас нет. В команде, команда, значит, на такие... То есть вы не единоличный собственник юрлицо? Я единоличный, потому что мой кофаундер в России находится, у него нет тут испанского НИИ и так далее. То есть мы решили, что юрлицо, пока я тут, в нем собственник единоличный. Но в потенциале кофаундер тоже еще. Команда нет. Нет, то есть у команды, значит, у нас договоренность там клифф и вестинги. То есть сначала надо год пробыть активно в команде, преодолеть, я, правда, путаю все время клифф и вестинг, то есть преодолеть вот эту планку, заработать там 25 процентов своей доли. Доли... Ну, там просто опционы небольшие, незначительные. Ну, это я просто расшифровал, то, что человек спросил. У меня вопросы больше по содержанию. Добрый день. Рассистал меня зовут. Расскажите все-таки вот структурно-онтологически. То есть какие есть объекты? То есть есть объект новость, есть объект тема, да? Или есть объект версия, да? Есть объект аргумент? Или, условно говоря, какие есть типы основные контента? Три сущности. Тема, версия и аргумент. Просто новость – это разновидность темы. То есть тема может быть как какая-то новость, тема может быть просто, не знаю, шекспирский вопрос, например. Это не новость, его уже десятки лет обсуждают. И мы определяем истинность темы, да? Достоверность темы. Нет, версии, версии. То есть у темы есть несколько версий, и мы определяем достоверность версии. То есть на все версии темы мы даем 100%. Допустим, если у темы есть две версии, то они могут распределиться там 50 на 50, 20 на 80, 30 на 70. Так, и любой пользователь может создать версию, да? Да, любой пользователь может создать все, что угодно. И версию, и свои аргументы по этой версии. Нет, я хочу сначала сверху в них. То есть тема задается, условно говоря, есть тема. Тема тоже осоздают пользователи. Ну, допустим, возьмем шекспир, да. Значит, есть две версии, они делят между собой 100%. Если я прихожу, и, допустим, у меня версия какая-то промежуточная, я пишу ее отдельно. Если я считаю, что и те неправы, и неправы, я пишу. Если она реально сбалансированная, то она может оттянуть у обоих, соответственно, процент. И все скажут, да, наверное, вот так и было. Да, да. Что вначале это был один человек, а потом он разлинился, разбогатил и нанял себе, значит, писателей. И уже во второй части жизни это был, условно говоря, фейковый человек. Блин, точно. И тогда я просто перетяну эти проценты у других, да. Да, да. По шекспирскому вопросу там конкретно что-то 7 или 8 претендентов. Да, да, да. Это понятная версия. А дальше что такое, а аргумент как выглядит? Вот есть версия. Я прихожу, я могу написать аргумент за или против, да, или как это? Может быть, вот как раз, если я открою прототип сейчас. А, давайте, да. Там будет виднее, понятнее. Сейчас, секунду. И, конечно, на слайдах не было ваших контактов. Если вы напишите в чате, то, может, в оффлайне можно будет продолжить. Да, конечно. Это не запрещено. Вот. Так. Ага, сейчас видно на экране? Да, да. Да, тут сразу говорю, интерфейс очень бедный, непонятный, что-то здесь не ясно, поэтому мы его и переделываем. Я потом попозже расскажу. Новый интерфейс – это небо и земля. Вот. Ну, то есть это какая-то поисковая строка, типа Google мы скопировали. Вот. Берем какую-то тему, ну, вот там, не знаю, овощ ли ананас, да, то есть просто по приколу такую тему ввели. Вот. И у нас, значит, появилось, ну, в итоге создались две версии. Ананас – это фрукт, и вот вторая версия – ананас – это, значит, отличный овощ. Вот. И по каждой версии у нас формируется такая консенсусная статья, вот она сейчас на экране, ну, то есть прямо как статья в Википедии. Она сформирована на основе цепочек аргументов различных авторов. Вот здесь, если посмотреть, то вот этот консенсус, он сформирован на основе, вот есть версия Ивана Петрова, да. Вот у него его аргументы, да. Вот я выделяю, да, это аргументы как раз, то, о чем был вопрос, да. То есть вот аргумент в древнерусском языке, слово фрукт не существовало, там, и так далее, и так далее. Следующий аргумент – до 75-го года на Руси любые плоды назывались овощами, да. И вот у Ивана Петрова такая цепочка аргументов своя, да. У, там, не знаю, вот Тимура Садекова, вот у него один только аргумент, да. Вот у Алексея вот такие вот аргументы, да. В результате вот образовалась вот такая консенсусная статья. А у другой версии вот своя тоже консенсусная статья. Там другие авторы, вот их довольно много, там, да. Вот у этого один аргумент, там вот этого несколько аргументов и так далее. И тоже образовался консенсус. И вот здесь еле видно, ну, потому что дизайн плохой, вот, я даже сам вижу, сколько там процентов-то. 85 процентов, что фрукты, фрукт набрал 85 процентов, а овощ набрал 15 процентов. Вот. Если дальше, если я на вопрос... Я попросил ваш момент, сейчас меня заливили на секундочку. Да. То есть я могу проголосовать за аргумент, да, или что-то вы сейчас навели, там появилось зелененькое, красненькое. Голосований у нас нет принципиально, то есть у нас... Вот наведите сейчас на этот самый, там что-то было. Да, там есть подтверждение и опровержение. Сейчас я найду. Вот, например, есть аргумент, у которого есть... Тут тоже плохо видно. Вот есть одно опровержение у этого аргумента. Это четвертый уровень. То есть у нас в словно говоря есть тема, версия, аргумент, еще есть в словно какой-то evidence, да? Это тоже аргумент. А, это тоже аргумент? То есть подтверждение – это другой аргумент? Да, то есть у нас аргументы – это такие кирпичики, из которых можно, во-первых, построить свое, как бы есть еще такая промежуточная сущность – мнение, да? То есть цепочка аргументов одного автора мы называем мнение, да? Аргументы могут ссылаться друг на друга, да? Да, аргументы могут не то чтобы ссылаться, они могут подтверждать другие аргументы. То есть одним аргументом можно подтвердить другой аргумент. Также можно аргументом опровергнуть другой аргумент. И можно аргумент использовать вот в своем мнении, в своей цепочке аргументации. А кто решает этот аргумент опровергнуть или не опровергнуть? Просто любой пользователь берет и говорит, ну, может опровергнуть, да? То есть он считает, ну, это какой-то ерундовый неправильный аргумент, он же вот опровергается вот этим аргументом. Вот я его опровергаю сейчас. То есть любой пользователь может это сделать. И в итоге... Статистику ему попадет, что опровергение этот самый, да, получил опровергение. Что? Еще раз? Статистику этого аргумента попадет, что у него есть контраргумент. Да, да, что этот аргумент был опровергнут вот таким-то аргументом, и это сделал пользователь вот с таким-то рейтингом репутации. То есть, соответственно, если это сделал какой-нибудь бот с очень низким рейтингом репутации, то у этого опровергения будет очень маленький вес, да? А если это сделал пользователь с высокой репутацией, то будет большой вес. Да, понятно, спасибо. Вот, а если как раз вот дальше, вот если продолжить по прототипу, то вот есть еще у нас такой вид в виде графа. Ну, из нового интерфейса мы это убрали, потому что это слишком замудренно для обычных пользователей, для нормальных. Но тут зато наглядно вот видно, как эти, ну, как выстраивается граф из всего этого. Вот эти все аргументы, вот эти кружочки – это аргументы, да? Большой кружочек – это тема. Так, сейчас пробую увеличить. Тут еще где-то версии должны быть. Так. Ну, сейчас, наверное, не найду. Значит, вот такой, это как в базе все лежит, вот в виде такого графа, да? И еще вот у нас в этом прототипе мнение, вот свою цепочку аргументов можно создавать вот в таком виде. Здесь вот прям наглядно видно, как человек создает свою цепочку. Вот, например, Иван Петров, вот он доказывает, ну, то есть он хочет опубликовать свое мнение по теме овощ или ананас, да? И он доказывает версию, вот версия «Отличный овощ», да? Еще раз извиняюсь за интерфейс, он вообще ужасный. Вот, но суть такая, суть понятна, да? Он берет, и вот у него есть какие-то цепочки аргументов, они могут разветвляться. Ну, вот это, он сам решает, как логически он хочет это выстроить, да? И все вот эти аргументы, все эти цепочки доказывают, вот, это его доказательство, что это овощ, да? Вот именно конкретно этого автора, Иван Петров, вот. И каждый вот в таком виде может выстраивать свои цепочки. И вот эти аргументы, они могут быть как заново созданы пользователем, так и, самое главное, они заимствуются. То есть они, он может брать аргументы других пользователей и в определенном порядке их как-то выстраивать, как ему кажется это логичным. Порядок тоже играет роль, в алгоритме это учитывается, в каком порядке. И, значит, из чужих даже аргументов он может составить доказательство, свое доказательство версии. Вот. Ну, это вот основное, что есть в прототипе, то есть тут можно вот и тему создать, и мнение с нуля создать. Есть, вот уже у нас работает переключение языка. Вот, если я сейчас изменю на английский, то все будет на английском языке. Могу прямо продемонстрировать. Так, надо опять только заново найти. Вот, все стало на английском языке. Вот та же самая тема про ананас, да, и все на английском языке, автоматом переводится уже. Вот. Могу еще новый интерфейс показать, чтобы понять, куда мы идем. Было бы интересно или нет? Да, конечно. Ага. Так, сейчас, секунду. Ага. Так, ну вот, здесь уже все с картинками, красиво. Это прямо как соцсеть. Здесь мы имитируем фейсбук, то есть ленту фейсбука, да, у пользователя. Будет режим, где только новости, какие-то там горячие вещи, последние вещи, сохраненные пользователем. То есть человек это может себе сохранять куда-то и так далее. Здесь особо долго рассказывать нечего, всю суть я рассказал. Просто я хотел продемонстрировать, как это все красивее намного будет. Такой вид. Так что здесь я заканчиваю демонстрацию. Ага. Все. Все, спасибо, Алексей. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Обычно споры по алгоритму возникают. У нас обычно... Мы же его не рассказали. Как по нему спорить? Мы вам верим. Это из опыта. Чтобы не было споров, поэтому не рассказали. Плюс вы еще выставили там двух эмега дикторов наук. Уж как, куда уж спорить с такими людьми. У вас всегда есть это самое, что, мол, ну, вы тут... Это самое, значит, не поняли, обратитесь там. Тем более, это наше ноу-хау. Это часть вас проработка. А вы как-то защутили его там какой-то патент? Мы планируем патентовать, да. Окей. Ну-ка, поделитесь, пожалуйста, контактом, и я с удовольствием продолжу общение. В Телеграме, да? Можно прямо в чате скинуть свой контакт в Телеграме, и все, кто хочет продолжить с вами общение, вам напишут. Сейчас, секунду. Сам удобнее Телеграм. Давай Телеграм. Я прямо здесь сейчас напишу, и потом еще в Телеграм напишу. А в Телеграме... А, в Телеграме... Да, Ростислав, приглашение в анонсе на эту встречу, там был Телеграм Алексей. Там, где вы написали, начинаем, да? Вот там, где вы написали, там... Вот я сюда в чат встречи скинул мой Телеграм. Да, все, все, нашел. Сейчас это самое постучусь. Не, ну круто. Спасибо большое за отдельное Борису. Я фанат его мероприятий. Просто не часто получается, но... Прямо организовано классно, содержание офигительное. И там... Просто... Спасибо большое, Ростислав. Приятно. Пока мы далеко не ушли, я хочу сказать, что 23 3 августа мы будем проводить вебинар по защите авторских прав и коммерческих... Сейчас скажу... В общем, регистрация авторских прав и брендов в Испании. Я пригласил замечательного гостя, который имеет опыт регистрации, и он расскажет по шагам, как это можно сделать. Поэтому, Алексей, для вас это тоже будет актуально. Приходите. Спасибо большое. А кто-то руку поднимал еще? По-моему, Юрий. Да, Алексей, спасибо вам за презентацию. Я просто хотел сказать, что... Ну, будут контакты ваши в Телеграме. Можем пообщаться там по вопросам как раз маркетинга, оборудование и перст данных, потому что я юрист и DPO, как раз занимаюсь вопросами стартапов, так что поговорим с вами. Спасибо, отлично. Супер. Тогда, Юрий, не пропустите контакт, который был в чате. Я тоже хочу задать несколько вопросов. Во-первых, мне почему-то пришло в голову, что ваше решение можно использовать в проведении чемпионатов по спорам. Да, можно. Не было ли запросов, проявлялся ли, может быть, интерес, кто-то обращался и думали ли вы вообще об этом? Не было. Ну, так как у нас нет продукта, соответственно, пока у нас ограниченный круг общения. Как только будет продукт, я думаю, будет много таких запросов. У нас применение у системы огромное количество, о которых я не сказал. Там и в DAO, в блокчейн, в системах можно применять много-много где. По чемпионатам, по спорам отличная идея, кстати, да. Можно для продвижения это использовать. Да, вы могли бы быть спонсором. И, соответственно, пока будут проходить дебаты, вы можете прямо рассказывать, кто побеждает, чья точка зрения более верна. Да, отлично, кстати, классно. Супер. Спасибо. Вот. И еще у меня вопрос. Вот вы указали, что вы ищете инвестиции в размере 250К для того, чтобы завершить разработку продукта. Но мне кажется, что вам нужно прямо гораздо больше денег вложить в продвижение. Потому что у вас очень глобальный продукт. И если вы вложите даже, не знаю, 100 тысяч, даже 200 тысяч евро в продвижение, это не поможет вам стать глобальным продуктом. Да, конечно. А вот есть ли у вас проработанный маркетинговый план и сколько реально денег вам нужно для того, чтобы занять запланированную долю на рынке? У нас, значит, вот все вместе, я говорил, весь полный наш продукт, то есть не MVP урезанный с основными, ну, только с базовыми функциями, да, а полный наш продукт с полным продвижением, мы посчитали, нам нужен миллион 200. Но мы можем к этому прийти и вот так вот, как бы, то есть сделать MVP и постепенно, постепенно долго раскручивать. Если мы хотим такой быстрый старт, то миллион 200. А в маркетинг вы сколько планируете вложить? Ну, там из этого я не помню, нам не надо поднять расчеты, ну, там довольно большой процент, там чуть ли не 30 процентов, может быть, от этого. То есть плана у вас нет, вы для этого ищите маркетолога? Нет-нет, у меня есть все планы, я просто сейчас вот так быстро не смогу ответить без цифр, мне надо открывать таблички и смотреть. То есть я кому-то, инвесторам, у нас есть прям дата-рум, где все и бизнес-планы, и море информации. Вот, я могу все это предоставить. Ну, жаль, что сейчас нет ответа, потому что продвижение в вашем проекте, на мой взгляд, это самое важное. Из моего опыта технически можно создать все, что угодно, и для этого не нужно прямо безумное количество денег. А вот продвижение – это именно тот самый сложный вопрос, куда можно слить весь бюджет и ничего не получить. Да, да, это точно, да. Вот поэтому мы ищем маркетолога, то есть мы сейчас параллельно с разработкой хотим закладывать в маркетинг, начинать. Ну, не знаю, уместна ли моя рекомендация. Я бы упор сейчас больше делал на маркетинг, потому что риски там гораздо больше. Продукт вы в любом случае допилить. А вот сможете ли вы выйти на глобальный рынок, потеснить конкурентов – это сложный вопрос. Но это на подумать и просто любопытно. Пытались ли вы или хотите ли вы связаться с Илоном Маском и рассказать про свой продукт? Пытались. Как только не пытались. Два или три человека нам прямо гарантировали, что у них есть контакт, и все равно не смогли. То есть там, как это называется, стеклянные потолки. Добраться до таких людей не получается никак. Пытались ли вы найти инвесторов в США? Да. Ну, вот за последние три года мы раза три в Y-комбинатор подавались, в Techstars. Сейчас вот с этим португальским акселератором они сейчас нас на бразильский рынок там инвесторов выводят. Ну, это не США, да, но я имею в виду Запад, то есть за пределы России. То есть у нас основной фокус за пределы России, конечно. Ну, просто моя мысль была в том, что для того, чтобы найти инвесторов в США, не обязательно проходить акселератор. Да, да, конечно. Ну, у нас все уперлось, то есть мы очень много, сотни разговоров с инвесторами провели, и нам все ясно. То есть мы сейчас не делаем, вот в данный момент, много этому не посвящаем времени, потому что четко понятно нам, все дали знать, что покажите MVP с пользователями, да. Ну, и мы получили вот и отказы из-за этого, да, или там у нас есть инвесторы, которые ждут прямо MVP с пользователями, то есть, ну, сказали, мы готовы инвестировать, но вот сначала MVP хотим увидеть, да. Вот, и поэтому мы сейчас это никак не пушим, этот момент с поиском инвестора, делаем MVP. Спасибо, Алексей, за ваши ответы, спасибо за рассказ о вашем проекте. Тогда мы будем завершать, и хочу обратиться ко всем, кто сегодня участвует в нашей встрече, кто посмотрит наше видео. Если вам интересно принять участие в проекте Алексея, он уже озвучил, что в команду ищут СТО, маркетолога... Алексей, еще кого? И фронт-энда. То вы можете стать частью этого замечательного проекта, у которого прекрасные перспективы. А если же вы не ищете для себя стартап, тогда я скажу следующее. Еще 2000 лет назад Понти Пилат задал вопрос, что есть истина? Прошло вот уже 2000 лет, и мне кажется, сейчас найти ответ на этот вопрос стало еще сложнее. Мне кажется, что проект Киберправда подошел максимально близко к тому, чтобы найти ответ на этот вопрос. Я рекомендую вам зайти на сайт Киберправды, участвовать в тех возможностях, которые предоставляет этот проект, и возможно, что вы найдете истину гораздо быстрее. Спасибо всем за участие в нашей встрече, и до новых встреч. Увидимся в Испании. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин